Здравствуйте! У нас сегодня такая тема, я её назову так вот рекламное название, скажем так, глобальное потепление глазами эколога. Ну, на самом деле, это рекламное название. В будущее наука серьёзная никогда не заглядывает, а экология – это серьёзная наука. Она обычно смотрит в прошлое, то, что доступно её мысленному взору, да? Прошлая наша планета, а прошлая наша планета была последние 10 или 20 тысяч лет достаточно разнообразным, чего только не было, ничего нового нет. И мне очень повезло, ко мне сегодня на передачу пришёл Аркадий Борисович Савинецкий, доктор биологических наук, и, как казалось, он мой единомышленник. Я глубоко убеждён, что человечество, как бы оно ни старалось, оно планету Земля испортить не может. Ну, так вот, чтобы он совсем не в состоянии, вот он оказывается мой в этом плане единомышленник. И у нас ещё два гостя – это биогеохимики. Корбова Елена Михайловна, доцент, кандидат географических наук. И Ермаков Вадим Викторович, доктор биологических наук, профессор. Это биогеохимики. И вот давайте с моим единомышленником заначнём разговор-то. Не совсем верно. Человек, конечно, может испортить. Ну, чтоб безнадёжно. И безнадёжно, наверное, может. Всё-таки может. Другое дело, что многие вещи, которые скидывают на человека, ну, в общем, это не всегда заслуженно. А самое главное, что когда говорят, это всё от человека, и вот если ему что-нибудь запретить, то сразу станет лучше. И вот это вот основная ошибка, потому что вроде как тогда изучать не надо. Это, как всё равно говорить, это от Бога. Поэтому что здесь изучать? Как, так сказать, спустили сверху, так и всё. Человек, значит, если запретить ему охотиться, значит, все животные сразу начнут везде жить и так далее. Значит, мамонтов снова придут к нам. Да, мамонтов там придут к нам. И ещё что-нибудь такое. И вот это вот самая главная ошибка. И что усилия очень часто из-за этого направляются не в ту сторону. Вот что говорить, например, о потеплении, то ведь периоды потепления уже были. Длительный, например, так называемый климатический оптимум 5-7 тысяч лет назад. Хорошее было время, наверное. Это как раз 5-7 тысяч. Это где-то, значит, 3-е, 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 4-е до нашей эры, да? Да. Это вот как раз в Пушкинском музее такая замечательная есть ваза из гипса, да, природный такой материал из гипса. Его Абдель Нассар подарил этому музею, помню, самый древний, по-моему, экспонат Пушкинского музея. Это как раз появился в эпоху того самого климатического оптимума, да? Ну да, это период так называемой неолитической революции, развития сельскохозяйства, скотоводства. Вазы красивые делали. Да, кстати, хочу обратить внимание, мы потом еще перейдем, что мамонты в это время еще жили, и еще тысячи три после этого, четыре. Последние мамонты жили у нас еще там 2700 лет на нашем славном острове Верангеля. Да. Да, мы вот, кстати, сказать, к вопросу потепления климата, влияния человека на изостребление уже зверей. Ну и потом еще к этому, я надеюсь, прием. Так вот, о потеплении. А были и другие периоды, например, так называемый средневековый оптимум. Это когда викинги осваивали Гренландию, собственно, назвали, да, Гренланд. Зеленая земля. Зеленая, да. И нашли Винланд, если я ошибаюсь, это Лабрадор, то есть же земля, где растет виноград. Это на Лабрадоре-то? Да. Гиблое место, говорят сейчас. Ну это было потепление в это время. Это какое время? Это, соответственно, 10-11 века. 10-11 век. Это вскоре после крещения Руси. Освоение, так сказать, было этих больших территорий за счет того, что вот огромное количество поселений в Гренландии было, викингов. Вот. Потом наступило похолодание, соответственно, прервалась связь с метрополией. И потом они постепенно... Там много, да. Потом пришли эскимосы со стороны Аляски в результате того же самого потепления. Так я хочу сказать, что... Нет, похолодание, наверное. Все дело в том, что... Там похолодало, они в теплое пошли. Вот мы когда говорим, вот это хорошее слово, глобальное потепление климата. И все в таком ужасе сразу. Вот среднемесячная температура, среднеголодовая увеличилась там на полградуса. Действительно, это кошмар. Но только забывают одну вещь. Что, во-первых, это в среднем, скажем, по северному полушарию. А что такое среднее по северному полушарию? Это как, как я студентам говорю на лекции, это как средняя температура по больнице. Да, кто-то болеет тифом, а кто-то лежит уже у патанатора. В морге, да. И, собственно говоря, есть небольшая разница между этим. И второй момент, что надо запомнить, что вот это глобальное потепление, о котором сейчас говорят, происходит за счет зимних температур. Наверное, это очень важно, какая у нас средняя январская температура. 30 градусов или 25, минус. Это сарказм. Особенно где-нибудь в недрах Гренландии, да? Да, это сарказм, понятная идея. Ну да. И кроме того, что потепление действительно не везде происходит. Скажем, если на севере Канады происходит такое потепление, достаточно сильно, то, скажем, на Алтайе происходит похолодание. И, конечно, алтайцу, наверное, очень обидно, что везде говорят о потеплении, а у них похолодание на самом деле. Поэтому, то есть региональные особенности, они гораздо сильнее, очень часто передавливают вот это вот среднее. Поэтому мы же работаем с людьми, и сами мы люди. И поэтому, конечно, людям важнее, что конкретно на их территории происходит. Они средние. Вот. А те вещи, о которых... Вот если вы помните, а я думаю, что вы помните, что в начале 70-х была угроза нового ледникового периода. И все говорили об этих минусах, и все с этим, значит, боролись. И, кстати говоря, они предсказывали так, они это вот люди, которые в то время, и которых я в то время слушал и читал, да? Они говорили так, сначала будет некое повышение зимних температур. В средстве этого будет больше выпадать снега. И вот на леднике в Гренландии его будет больше расти. Появятся, говорит, ледники на скандинавских горах, и ледник поползет к нам сюда. И все, да, и все поменяется. Это вот примерно... Кстати говоря, вот так они, как сказали, так и делают. Сначала потепление, повышение зимних температур. Все. Говорили разное, на самом деле. Вот. Но как только сейчас засуха, ведь говорили, что будет увеличение количества осадков, а ведь во многих регионах оно не увеличивается. Это тоже очень важно. И это тоже, кстати сказать, одним из показателей потепления, скажем, служит рост ледников, да, и их продвижение. Но вы правильно сказали, что ведь рост ледников зависит не столько от уменьшения температуры, сколько от изменения количества осадков, в частности, увеличения. Если количество осадков будет меньше, то ледники не будут расти. Даже если будет повышение температуры, в смысле, даже если будет понижение температуры, то ледник все равно не будет расти. Вот. И таких вещей очень много. Вспомните, вы, наверное, тоже это помните, а сейчас почему-то об этом замолчали, озоновые дыры. Да. Ведь какой был ужас, да, ведь озоновые дыры. А потом вдруг они взяли и сами как-то рассосались. Отличный пример по нашей стране – это Каспий. А как они рассосались-то, кстати? Да никак. Вот было некие естественные колебания. Дело в том, что мы работаем с большими промежутками времени, потому что инструментальных наблюдений очень мало. Их только открыли ведь тогда. Да, температуру-то начали мерить там 150 лет. А озоновые дыры начали взять 20 лет. И вдруг, вот, над антарксидой озоновая дыра. Ну, и ясное дело, что все ужасы, значит… А с Каспием-то и вовсе там повороты рек хотели делать? И делали, и мы даже участвовали и писали соответствующие проекты. Ну, в смысле, о… По повороту. Ну, не проекты, а о последствиях. Да. Но, как вы помните, политика страны менялась. Сначала, значит, Леонид Ильич, который, значит, переброска рек. А мы писали, что ничему хорошему это не приведет. Потом, соответственно, пришел другой человек, Андропов, если я не ошибаюсь, который сказал, что переброски рек не будет. Тут же наш, значит, прогноз вытащили, говорит, ну как, мы тоже говорили всегда, что ничего хорошего. Потом пришел Черненко. И, значит, опять переброска рек. Сибирских рек. И, да, и представьте себе, если бы успели перебросить какую-нибудь воду туда, всегда бы говорили, вот победа советского народа, но никто не знал, что это быстро все закончится, да, советская страна. Не важно, победа человечества. Победа человечества и увеличили Каспий. Но не успели же перебросить, а уровень Каспий увеличился. Вот беда какая. То есть чуть-чуть не успели, а то вот такое было бы совпадение. Не совпадение, а победа наука. Нет, ну, человечество всегда любит ругать вот себя, себя вот казнить за что-то. Вот Волгу, говорит, испортили. Оказывается, ведь в нормальном состоянии Волга, до того, как там построили систему Платин, каскад вот этой электростанции, она превращалась, так сказать, фактически, так сказать, де-факто, да, в цепочку озер, соединенных между собой перекатами. И всегда у судоходства была проблема по этому перекату пройти. То есть там целые проблемы вот были для судоходства. То есть на самом деле то, что зарегулировали этот самый сток волжский, они, в общем, спасли Волгу от пересыхания, фактически. Использование орошения прекратилось в какой-то степени после вот 90-х годов, наверное, с этим связано? С этим тоже. Ну, в Средней Азии это сильнее выразилось. Ну, с другой стороны, простите, я вот, я четко задолбил себе закон сохранения всего, чего бы то ни было, да. И вот выкачивают из Волги воду, да, орошают поля. Что с этой водой происходит? Она испаряется. Она что, унесется куда-то там в Атлантический океан? Нет, она тут же дождем выпадет и опять стечет в Волгу. Вся проблема в том, куда ее далеко унесет? Ну, в соседний приток. Смотря где выпадет. Орал, это мой пример. Вот Орал действительно, воду разобрали. Просто воду разобрали по дороге. По дороге, да? Вот, и все. И, так сказать, больше деваться некуда оказалось. Вот. Вот я про мамонтов упомянул. Да, мамонт. Я про продолжу, да. Это по поводу истребления мамонтов, да, что. Ну, во-первых... То есть, оказывается, мамонты еще жили во времена Александра Македонского, да? Если вы мне точно скажете, да, то когда... Ну, это вы сказали, что в VII веке до н.э. еще мамонты были на острове Вранбеля. В 2007, да. Где-то примерно так. В 2007, да? Последний, я-то почти наверняка, это последняя датировка его, да, то есть найденный код продатирует. То есть, в принципе, это... Ну, ясно, что продатированный не последний зверь, а что они еще, так сказать, протянулись. Последняя найденная кость, самая молодая, знаете... Это прекрасный сюжет для наших вот таких писателей отечественных. О, Александр Македонского там сражаются. На мамонтах какие-то там выходцы из России. Вообще-то Александр Македонский это вообще, так сказать, из Рязанской области. Да, но в этих местах он уже был редок совсем, и, конечно, ареал его очень сильно уменьшился. Но, во всяком случае, все скидывать на человека и на климат нельзя. И вообще вот мамонтовую фауну, это шертистый носорог, там большерогий олень, вот на них это все скидывали. Но есть тоже замечательный пример, это Ирландия. Вот, там жил большерогий олень, ну, такой, больше лося, с огромными совершенно рогами и так далее, и так далее. На него можно полюбоваться в палеонтологическом музее, на его скелетах. Да, и очень забавно оказалось, что он вымер где-то лет за 300-400 до того, как в Ирландии появился первый человек. Ну, вот еще бы протянуло лет 300, и тогда было бы четко совершенно ясно на человека. Как только люди пришли, так перебили большерогий олень. Да, ну, вот он вымер раньше, и все. Поэтому, соответственно, человек бросается в другую сторону. Болотный олень, по-моему, там называют, да? То, что он их в болотах находит. Ну, это да, как и этот подземный тоже, мамонтовый, подземный зверь. Подземный зверь. Да, ну, конечно, у нас подземный же. Ну, да. Вот. И так про многих зверей, на самом деле. В общем, давно известно, или говорят, что человек их истребил, а потом выясняется. Да, кстати, сказать, тот же самый большерогий олень дожил с самой молодой, до 6 тысяч лет на Урале. 6 тысяч лет до нашей эры, в смысле? Лет назад. До нас, да? До нас. А? На Урале они еще были. Вот. Но люди уже в это время были. Люди на Урале было уже полно, и они во все охотились везде, и так далее, и так далее. А вот скажите мне вот так вот, по-простецки. Вот картинки такие, всегда я в школьных учебниках смотрел, как люди, эти, так сказать, предки наши, вот, только-только освоили землю, освободившуюся от великого ледника, и они выкопали яму, вбили туда коле, так они чем-то их искусно заострили, сверху настил из жердей, на него набросали травы, мамонт-дурак идет, и туда. И прямо этот кол. Ну, это... Вот это вот в тундре, конечно, вот эти вот, с какой-то они там, с лесоторговой базы утащили, денег-то не было, заплатить не было. Ну, вы же видели, как они охотятся на них, да, картинки, с копьями и так далее. Ну, с копьями, камнями. Есть такая, не знаю, насколько она байк или были, но, во всяком случае, некоторые люди утверждали, что это были, что одного из первых мамонтов, которые нашли в мерзлоте, привезли в Питер, в злогический институт. Злогический институт, он прямо рядом совсем находится с куст-камерой. Естественно, люди не удержались, взяли там полиэлитические эти орудия, копья, и дюжи, значит, научные сотрудники, забавшись на этого мамонта, пытались проколоть его шкуру каким-то образом. Им это не удалось. Бились они с ним долго, вот. Но, в общем, выяснилось... Пытались имитировать, да? Да, ну, как же, как же он охотится на них? Как же он бивает? Вот. А вообще охотились на них люди-то вообще реально-то? Есть какие-то свидетельства? Видимо, охотились. Или подбирали, только уже падали. Ну, вот это большой очень спор такой научный. И есть находки с наконечниками. То есть, видимо, они охотились. Но насколько успешно, видимо, только на молодых, или добивали каких-то больных. Не исключено, что они использовали яды, как это используют сейчас африканские племена различные. Пигмей на слонов. Да, да. Подрезали сухожилия, я не знаю, насколько, как пигмей. Но, во всяком случае, вот так, чтобы подойти и там бросить, значит, копье, пронзить этого мамонта, это... Ну, да, же специальные же винтовки существуют для стрельбы по словам. А остатков много, все-таки они использовали их в основном как строительный материал. Леса не было, и из них они строили такие вот свои, не могу их назвать примитивными, они ужасно оригинальные конструкции, эти жилища, которые они строили. Ну, вот, как эскимосы или береговые чухчи сейчас строят на Чукотке или на Аляске, строили свои жилища из китовых костей. А можно что-то вот сказать о судьбе динозавров, то есть, немножко далековато? Да, честно говоря, мы с экологией современных видов не можем, честно, хорошо разобраться. Что касается динозавров, то это немножко выходит за рамки. Единственное, что могу сказать, что это совершенно не произошло единоразово в результате какой-то катастрофы, падения метеорита и там вот это иридевое, весь этот слой. Это все, конечно, раздуто больше средств массовой информации. Мы считаем это одной из проблем геохимической экологии, то есть от динозавров до современных проблем. Но это чрезвычайно сложное явление, и, по-видимому, действительно оно шло многоэтапно. Нет, ну вообще-то говоря, вот Альварец, по-моему, он физик-ядерщик, он человек простой, без биологического образования. Он из ваших биологических книг, он только прочитал, что вот есть абсолютная хронология, есть относительная. И вот относительная хронология, ну вот какой-то слой, вот привяжемся к какому-то слой. И он нашел, что есть слои, в которых патологически много иридия, микроэлементы, которые много, скажем, в космических телах, там вот в метеоритах, там в кометах. Что-то такое упало, бух-бух, а что, естественно, падало, следы-то падения есть. И вот выше этого слоя костей динозавров нет, они же есть. Это не так. Они есть выше этого слоя. Значит, просто Альварец не нашел. Это вот такая вот... Это неточность. Да, и, к сожалению, мы очень часто с этим встречаемся, что, ну вот лучше бы сказать, да, ну... Лучше бы он промолчал, да? Лучше бы были вот абсолютные датировки, и лучше бы почетче. И поэтому специалисты, они, конечно, они вроде как смешком об этом говорят, но раскручивается в СМИ это, безусловно, очень... Нет, ну, понятно. Мы... Нет, вот, кстати говоря, я вот как работаю в каких-то СМИ, да, и я понимаю, что популяризация науки, она кроме, так сказать, пользы, создает определенный вред. Потому что людям кажется, что наука очень простая, что ей может заниматься каждый. Ну, ей действительно может заниматься каждый, но когда-то надо подготовиться. А он говорит, вот я вот... Математика только все портит, затемняет. Мы не будем упоминать про Менковскую. Ну, он-то академик, между прочим, член Корпом по математике, кстати. Я его страшно уважаю. Почему? Математика. Ну, это один из тех моментов, которые мне кажется, что если человек в чем-то очень талантлив, это совершенно не значит, что он будет талантлив и в других вещах. Я и Каспарова очень уважаю, как шахматисты. Ну, при чем тут история? Не, ну, вопрос-то интересный, между прочим. Ну, было бы что сказать на эту тему, вот, на тему, там кое-что было, кое-что запримечено. Это, конечно, не значит, что это и есть правда. Ну, вот модель атома сбора, да, она, естественно, настоящему атому не соответствует. Настоящий атом водорода по-другому устроен, да? Это был просто шаг, ступенька, да? Правильно? Так и это какой-то шаг, это какая-то ошибка. Шаг куда? Шаг в неизвестности. А ближе к современности можно все-таки, о современных видах? Да. Да. Если можно. Чем, кстати, кончилось это великое леденение? Да и до куда оно дошло, вот это последнее? Оно когда кончилось, последнее леденение? Значит, это тоже очень интересный момент. После чего была заселена вся эта Московская область, Ленинградская. Что касается Евразии, то, собственно говоря, вот этот вот скандинавский ледник, он где-то считается около 10 тысяч лет он распался. Вот. А, скажем, в Северной Америке, в Висконсинске этот ледник, он распался 8-9 тысяч лет, то есть тоже позже. Казалось бы, если такое было все везде одинаково, то почему они не одновременно? Он не был там сильно больше и так далее. Нет, ну ему таять долго надо было. Ну, а доходил он, если я не ошибаюсь, то он доходил до Валдая, последнее. И, собственно говоря, это такое Скандинавия, Прибалтика, вот эта вот северо-западная часть. А туда, кстати, как многие до сих пор уверены, по данным 20-х, 30-х годов, что это вся Сибирь была. Ну, это последствия уже. Там никакого оледенения не было. А вот я слышал, что этот ледник, ну, уперся в жигулевской возвышенности. И дальше вот он не пошел, что к границе продвижения туда вот, на юго-восток, был Жигули, горы Жигули. До Жигули он не дошел. Не дошел вообще, да? Не дошел, да. Все-таки не дошел. То есть даже до Москвы не дошел, на Валдае, наверное. До Москвы не дошел. То есть вот здесь в Москве как жили, так и жили, да? Тем не менее рассказывают, что город Зарайск, город Зарайск, вот, что там вот после этого оледенения температура зимой опускалась до минус 80 градусов, водоемы промерзали насквозь, ни рыбы, ни раков не было. Видимо, это, так сказать, ваш брат, палеоэколог им сказал. Ну, мне так тяжело говорить, хотя бы посмотреть, кто это говорил с какой-то, кстати, доказательной базой. С какой-то, кстати, доказательной базой. Потому что все это, конечно, немножко не так. Ну, в частности у нас в институте работают, в Зарайске по сусликам. Вот суслик, между прочим, я бы пришел к современным видам. Но уже ведь суслики, на самом деле, это реликт мамонтовой фауны. И сохранились они только благодаря человеку. Да. Ну, конечно, потому что, на самом деле, после окончания ледника в Голоцени, да, шел так называемый процесс мезофитизации. То есть, ну... Мезофитизации. Что ж по-простецки-то? Это то, что стало более влажно и тепло. Причем это за счет нарастания почвенного, так сказать, горизонта, слоя. И трава стала лучше расти, соответственно, влагоемкость больше, стала расти трава. А потом стали деревья расти. И на самом деле, если бы человек не со своим скотоводством, который стравил эту траву, да, съел, по сути, ну, если его скот и сжег. Вот эти вот все степные звери, у нас бы вообще пропали. Ведь по степям очень много было работ, что просто брали и огораживали куски степей ковыльных. После этого они зарастали разнотравив. И все звери оттуда уходили. В том числе и суслики. То есть должен быть умеренный выпуск. Иначе все степные виды, они просто пропадут. Я уж не буду говорить, что в заповедниках наших степных... Одна из работ егерей, это вытаскивать оттуда дуб-самосевку. Потому что если это все разрастет дубно, то какие же это степные заповеди? Да, это бы дубрало. А естественный ход к тому, что, конечно, это все территория лесной зоны. То есть лес должен туда на юг, на юг, на юг. Конечно, он бы зарос, если бы люди не распахивали его и не бы поставили там скот. И докуда бы он дошел? До самого Кавказа? Практически, конечно. Ну, на самом деле, вот, скажем, Моздок. Знаете, да, такой вот, работал в Северной Осетии? Ведь Моздок, если не ошибаюсь, так не помню, какого языка, саланского, означает темный лес. И те кости, которые мы определяли из археологических памятств, там масса благородного оленя. В общем, лесной вид такой. Вот. И разных других, то есть эти леса. И там до сих пор есть, скажем, в Северной Осетии священные рощи, которые не вырублены. То есть вот в этой степи, на самом деле, священные рощи, которые местные жители сохраняют, там праздники у них и так далее, и так далее, они их не вырубают. Но это же свидетели того, что там лес был, во-первых, а во-вторых, что он там хорошо может расти. Лесостепь называется в наших учебниках. Я подозреваю, что он просто был бы лесом. И, собственно говоря, лесостепь – это такая некая производная разреженный лес. И это еще к одному... То есть промежуточное состояние между степью и лесом. То есть этап зарастания степи леса, да? Открытых ландшафтов. Открытых ландшафтов, да? И таких вещей очень много. На некоторые вещи мы скидываем, что человек, наоборот, сделал то, что он не сделал, а на некоторые вещи, считается, это такая вещь, данная нам, и измениться она не может, как степь. А на самом деле степь, по сути, в настоящее время – это производная как раз деятельность человека. – Производная деятельность человека. Здорово. А скажите, пожалуйста, а вот в те старые времена от них какие-то следы разного рода экологических катастроф, связанных с избытком или недостатком каких-то микроэлементов остались? – Ну, это, к сожалению, не... – Не к вам вопрос. – Вот в историческом плане вот этот вот, как вы говорили, районирование по биохимическому принципу, да, биохимические, геохимические провинции, да? – Да. – Они менялись вот в предыдущее время? – В принципе, конечно, существовала эволюция состояния биохимических провинций, и, на самом деле, одна из очень интересных областей, я думаю, исследований – это эволюция палеобиохимических провинций. – Вот, 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 вот. – Вот, к сожалению, у нас палеобиохимическими провинциями ведь в институте… – Сейчас не занимаемся. – Не занимаются, да. – Но у нас в институте был создан атлас палеогеографический по осадочным отложениям, и было показано, как менялось, что со временем, с геологическим, изменялся химический состав, например, русской платформы. Этот атлас издан был, он получил, по-моему, даже премию, да? – А это менялось на протяжении каких, вот, так сказать, исторических масштабов? – Ну, то, что у нас создавалось, конечно, на основе геологических летописей. – Или это еще более глубокие какие-то… – Да, палеозойские… – Палеозойские времена. – То есть вот в эпоху Голоцена ничего такого не происходило? – Нет. – Как было не черноземие местом бедным йодом, так и осталось? – Нет. Разумеется, все это эволюционировало, конечно, естественно. Изменялся окислительно-восстановительные щелочнокислотные условия. – Баланс, да, как всегда. – Изменялись типа осадков. – Соотношение между сушей и… – Происходила масса переноса, изменялись климатические условия, естественные условия и водные, и воздушные, и механической миграции, существенно изменялись. Привносился совершенно другой материал из разных зон ледником. – Ну, ледник так много материалов с собой унес. – Я знаю, что он катил под собой эти вот камни, но… – Нет, ну там же, это же многофактор, это не просто брать ледник, а он, скажем, подпруживал реки, и создавалась там огромная система подпружных озер, скажем… – Конечно, бассейновая система менялась… – Оставлял после себя ледяные линзы, которые потом превращались в ледниковые озера. – Это такой сложный, как теперь выясняется, неизвестный процесс. Оставалась масса рефлуги, мы что-то среди ледника. – Это что такое по-русски-то? – Ну, то, где ледника не было. – То есть, внутри просто пустое место? – Да. – А сейчас такие места есть где-то на ледниках, ныне живущих? – Ну, «натак» это называется в Гренландии. – Да? – Есть термин такой, ну, «натак». – А он в глубине этот «натак» далеко от берега-то, от кромки-то? – Есть и далеко, да. Ну, то есть, десятками километров. – Это связано с рельефом? – С рельефом еще с какими-то. – Вот измечает, да, вот какое-то локальное место такое, да. – Ну что, тепло, что ли, там идет земное или что там? – Да нет, сверху как-то вот. – Сверху как-то вот. – Все так же за полярным кругом, но нет льда. – Нет. – Объяснить-то могут, наверное, да, теоретики-то? – Наверное, могут. – Я, господин Гренландич, мы пока не добрались. – А эволюция происходит, это прежде всего за счет хозяйственной деятельности. Допустим, селеновые биохимические провинции, они возникают в результате экстенсивной деятельности человека, это выпасы, большое количество скота, мелкого рогатого. У нас же было большое ведь скотоводство и овцеводство особенно, и один период, когда была колоссальная нагрузка, появилась беломышечная болезнь. Это миопатия у мелкого рогатого скота, очень эндемическое заболевание. – Это перерождение мышечной ткани, замещение обычной мышечной ткани соединительной тканью. – А, ну так, да. – Это связано вот с недостатком вселенной, оно появилось в результате того в современную эпоху, а сейчас меньше этих случаев. Ну, кроме того, допустим, мы уже говорим об избытке в ТОР – это тоже ведь провинция, если предприятие исчезает, то в какой-то степени исчезает и сама провинция. Поэтому эволюция, она особенно сейчас идет довольно-таки интенсивными темпами в связи с техногенезом. Ну, и природная, эволюция природной биохимической провинции, она тоже все время меняется. Взаимодействие огромное между макро и микроэлементами, все это чрезвычайно сложно, ждет еще исследователей, им предстоит очень-очень многое сделать. – То есть слишком много связей, пока не могу все это сделать. – Да, конечно. – Вот полуэпатия, это вот непокалутие, это ли? – Это и там, может быть, у овец, это у молодняка овец, да, белобычная болезнь сельскохозяйственных животных. – То есть долго они, наверное, не живут. – У человека это кишанская болезнь, да, в Китае, и у нас сейчас она уже диагностирована, особенно у детей, да, и часто очень с летальными исходами. – И всего-то лишь нужно ввести там ребенку какой-то, может быть, 100 микрограммов этого соединения селены. – Таблетки, короче, 8 микрограммов. – Это очень серьезно. – Вы знаете, что, вот вы сказали, что в Сибири не было леденения, я с вами спорить не могу и… – Последнего. – …и желания не имею, да? – Но вот, тем не менее, вот там, где Лена впадает в ледовитый океан, она течет среди берегов, которые представляют из себя ледник, покрытый сверху грунтом, насколько мне объясняют. – Это вечная мерзлота? – Это вот это все, распространение вечной мерзлоты. – А береговая полоса все время меняется, потому что вот это все тает? – Наоборот, там, где есть вечная мерзлота, там не было ледника. И наоборот. Скажем, на Кольском полоса ведь вечная мерзлота, собственно говоря, практически нет, ее там очень мало. – Но там тепло, там рядом… – Там был ледник, вот там ледник как раз был, а вечная мерзлота реликтова осталась даже в Монголии, которая постепенно, да, догородила… – Там же жарище вообще ледник. – Северные районы Монголии мерзлота, тува мерзлота, зерайка ледника. – Конечно. – И степные районы даже Монголии, мы как раз там работали… – А на большой глубине это? – На большой глубине это? – Три с половиной метра. – И там вечная мерзлота? – Там вечная мерзлота, которая постепенно деградирует. Там очень интересно было, что, собственно говоря, растительность такая буйная в середине Голоцена, да, там, 5-7 тысяч лет назад, поддерживалась за счет таяния вечной мерзлоты. То есть осадков было мало, но за счет таяния вечной мерзлоты растения могли, так сказать, получать достаточное количество влаги. Но потом она деградировала вечная мерзлота, ушла на ту глубину, где корневая система ее не достает. И несмотря на увеличивающееся количество осадков, растительность стала хуже. – Вот. – Такой вот интересной были сделаны нами работы, нами в том числе, в Монголии. – Это, наверное, связано с тем, что в свое время был «Климатический оптимум», помните, рассказывает там вот это вот «Чингисхан», там, все эти вот с этим… А потом и пришлось уходить. – Кстати, там есть так называемый «Вал Чингисхана», тоже по величине сопоставимой с протяженностью с Китайской, с Великой Китайской стеной. Вот мы как раз датировали по радиоуглероду, но выяснилось, что этот «Вал Чингисхана» был не единовременно построен. И самое древнее – 3,5 тысячи лет назад, то есть задолго до Чингисхана. – Кто же строил, китайцы? – Ну, кочевникам вроде как не свойственны. – Это к историкам больше вопрос. – Это к историкам. – Ну, вот так вот, вот и поговорили. Время нашей стекло, к сожалению. – Давно? – Менее давно, просто пора обращаться. Спасибо большое почтенной публике. – Всего доброго. – И тем, кто за нами подглядывал и подслушивал, спасибо, что не побрезгивали нашим обществом. Спасибо и до свидания!